Дорогие зрители, мы хотим сообщить вам, что программа «Ковчег» теперь будет выходить на телеканале «Союз» регулярно. В ней священники Рубцовской епархии будут рассуждать на актуальные темы православной веры. И сегодня мы поговорим о Слове Божьем. Слово Божие – это Господнее Откровение, записанное в Библии, духовная пища христианина и руководство к жизни. Как ее чтение помогает узнавать Бога и расти духовно? Что важного, что необходимо нам дает Слово Божие? Прежде всего, это веру. Мы знаем, что в мире есть люди верующие и есть люди неверующие. Причем неверующих людей очень много. И вот как происходит переход из неверия в веру? Слово Божие как раз говорит нам об этом. Апостол Павел пишет, вера от слышания, а слышание от Слова Божия. То есть вера от слышания Слова Божия прежде всего. И вот человек начинает слышать Слово Божие, начинает читать, начинает изучать это Слово Божие, начинает изучать Библию. И открывается для него то, что мир не так просто устроен, что за этим миром стоит Бог. Что Бог, оказывается, Вседержитель, Владыка, Творец неба и земли. И даже более того, человек узнает, что Бог есть любовь. И здесь открывается уже другой аспект веры. Вера в Господа нашего Иисуса Христа. То, что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Как говорит апостол Иоанн. И здесь открывается удивительный аспект нашей веры. То, что благодаря Иисусу Христу, благодаря Спасителю, Искупителю, мы можем иметь жизнь вечную. Мы можем, пройдя через эту жизнь, войти в Царствие Небесное. Кроме того, Слово Божие нам необходимо для того, чтобы мы понимали, как ориентироваться, как жить в этом мире. Ведь как мы в основном действуем в определенных ситуациях? Исходя из своего опыта, из того, как мы думаем, что предпринять, с чем мы сталкивались раньше. Но когда мы начинаем изучать Слово Божие, открывается то, что, оказывается, мир действует по законам Божьим. Что есть воля Божия, которая определяет, как нам жить, как поступать, какие заповеди исполнять. И вот здесь удивительно, человек уже не на себя ориентируется, не на то, что я так хочу, я так знаю, это мой опыт, а как угодно Богу. И когда человек читает в Библии, смотрящий на женщину с вожделением, прелюбодействует в сердце своем, это то, что дает ему повод быть целомудренным. Или же гневающийся на брата своего подлежит гене огненной. И здесь предполагается то, что гнев недопустим в жизни человека. Или апостол Павел, который говорит, всякое раздражение, всякий гнев и всякая злоба будут отняты от нас. И вот для человека уже, который изучает Слово Божие, оказывается, не он стоит в центре этого мира, а стоит в центре этого мира Бог. И чем более мы изучаем Слово Божие, чем больше мы живем, тем больше в этом убеждаемся. В центре этого мира стоит Господь. И оказывается, мы уже не для себя должны жить, а для Него. Мы должны посвящать свою жизнь не себе, а Богу. Оказывается, мы не свои хотения и желания должны исполнять, а желания, заповеди и хотения и волю Бога. И вот этот мир, благодаря Слову Божию, становится богоцентричным. Раньше этот мир был эгоцентричным. Всё делалось вокруг меня, для меня, либо же для моей семьи, для моей Родины, для моих близких. А теперь у верующего человека, который действительно даёт Слово Божие, мир вращается вокруг Бога. И человек, прежде чем что-то сделать, спрашивает, а угодно ли это Богу, а соизмеримо это со Словом Божиим, или это ли противоречит Слову Божию. И верующий человек, который напитывается Словом Божиим, он начинает уже всё делать ради Господа. И ещё одна особенность Слова Божия – это то, что она начинает жить и расти в человеке. Вот Господь Иисус Христос сравнивает Слово Божие с семенем, которое маленькое, которое попадает в человека и начинает расти. И вот уже Господь сравнивает это семя с деревом, в котором укрываются птицы, которое даёт тень прохожим, и Слово Божие превращается в Царствие Божие, в Царствие Небесное. И причём не только тогда, когда человек отойдёт в жизнь вечную, но уже здесь человек, в котором живёт Слово Божие, преображается. Он становится другим. Царствие Небесное в нём начинает жить. И вот, говоря о Слове Божие, мы должны понимать, что Слово Божие – это не просто какой-то документ или какая-то книга. Это действительно Слово самого Бога, которое обращено к нам. И это Слово Бога, Божие, оно преображает человека. Она делает из человека, подчас развращённого, целомудренного человека, из человека невоздержного, который любит пить или гулять, человека воздержного, долготерпеливого. И так происходит преображение человека, потому что всё начинается со Слова Божия. Слово Божие даёт нам веру, вера укрепляется. А когда вера укрепляется, человек уже может всё. Как апостол Павел сказал, «Я могу всё в укрепляющем Меня Господе Иисусе Христе». И так происходит преображение человека. И вот здесь мы веруем, согласно Слову Божию, в Святую Троицу, в Отца, Сына и Святого Духа. И причём Господь говорит, что «Вот я ухожу, и вместо Меня придёт Дух Святой, который научит вас на всякую истину». Так вот, Слово Божие даёт нам соприкосновение с Духом Святым. Во-первых, потому что оно написано Духом Святым. А во-вторых, то, что когда мы читаем, изучаем Слово Божие, конечно, в аспекте Церкви. Только когда мы действительно занимаемся церковной жизнью, изучаем Слово Божие в Церкви, тогда она нас соединяет и даёт Дух Святой, который преображает человека. И мы видим также в Слове Божием, что даёт нам вот это преображение. Человек становится новой тварью. Ведь что такое творение Божие? Она Божия, она принадлежит Богу, но пала, но оступилась. И Дух Святой отошёл. И теперь, когда мы веруем, Дух Святой возвращается в человека, человек преображается. Он действительно становится новым творением Божиим. Творением Божиим, которое должно разделить Царствие Небесное. И вот так вот и работает, и действует, и живёт Слово Божие на этой земле. И Господь ищет тех людей, которые могут воспринять это Слово во всех обстоятельствах. Он стучится к нам, чтобы действительно войти, как Господь говорит, вечерять. И вот когда Слово Божие в нас, оно начинает жить, начинает преображать, начинает действовать человек. И человек становится совершенно другим. Даже доходит до того, что человек становится святым, в котором Слово Божие живёт уже в неизмеримо, в таком большом виде, в большой степени. Вот это то, что я хотел сказать о Слове Божием. То есть начинается с чтения, начинается с ослышания, начинается с изучения, затем преобразуется, приобретается вера человека. А дальше уже человеку сообщается Дух Святой, который ведёт дальше уже человека к Царству Небесному. Обращение к Христу – это начало пути. После этого нам необходимо пребывать в Его иислове, чтобы расти духовно и получать Небесную поддержку для исполнения Божьей воли. Присылайте на адрес электронной почте свои письма с вопросами Рубцовской епархии, и мы постараемся на них ответить в наших будущих передачах. Редактор субтитров А.Семкин